Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс, и мы на аккаунте Бухалыча. Ребята, у меня вот что, 94 волны. Мне осталось совсем немножечко, чтобы закончить 99 волн, и решил в этом видео показать, что вообще выпадает за 99 волн. Для этого я вообще вот как-то со шмотом всё не угадал. Всё, что здесь было, я потратил. Всё, что тут, тоже потратил. Хватит! Я думаю, что хватит. Ведь нам осталось всего лишь 5 волн. Самое такое крутое я оставил напоследок. ВСС и дробовики рисковать не хочу. Сейчас попробуем под запись лупануть. Всё, что получится, всё залутаем. Сегодня мне не везёт с капитанскими карточками. В прошлый раз 22 карточки капитана, в этот раз только 12. Не понимаю, почему вообще что-то не сыпет. Но, видать, может быть из-за того, что и щенков не покормил, и у нас, ребят, не выпал. Вот этот вот шанс получить какие-то ещё крутые вещи. Это и щейка нам даёт. Ну, а я продолжу фармить волны. Надеюсь, у нас всё получится. Единственное, что, наверное, всё-таки активные. Мы назад вернём кувырок, а здесь самолечение. Хотя самолечение может и не загрузиться. Запустить. И смотрим, что у нас получится. Я как бы фармил. Вот так вот выставил с дробовика. И добивал, ребят, пробовал гранатами. Граната очень хорошо, конечно, себя показывает. Но я не совсем научился-то до конца работать с гранатами. Поэтому не хочу вот этот вот прикол с гранатами да показывать. Потому что, ну, не всегда получается. Да, можно таки сказать, вообще не получается. То есть, учёба, прохождение 99 волн с гранатами только началась. И если у вас есть какие-то рекомендации или советы, обязательно пишите в комментариях. Ну и самое главное, также не забудьте подписаться на канал. Ведь ваша подписка, каждая подписка на канал очень важна. И чем быстрее мы наберём большое количество подписчиков, чем быстрее будут конкурсы, розыгрыши и возможность получить какие-то призы или награды. В этот раз, конечно, я хочу пройти все пять волн, но буду лутать всё сразу же. Так как чем меньше трупов, тем меньше лагает. Это уже все знают, так зелёночка упала. И даже аптечечку используем. Ну что, этот метод рабочий, он хорошо себя показал. Я думаю, что продолжаем так же, в том же духе. Сейчас дробовичок-боровичок своей картечью зацепит нескольких зомби. И вы всё равно видите, что как бы не хотелось избежать вот этих лагов, они всё равно присутствуют. Поэтому, ребят, набираем количество людей, присутствующих на канале, то есть подписчиков. И сразу же, ребят, мы будем пробовать улучшать как-то не только контент, но и возможность игры в разные, разнообразные игрули. И, конечно же, нужно купить для этого процессор, не хватает вот этой вот штуки, потому что многие также спрашивают, Михалыч, почему у тебя вот немного подлагивает. Вот 90% как-то проца моего грузится, когда я стримлю. Ну, на записи 80, не знаю, от чего это всё зависит. Вроде бы, качество картинки идентичное, настройки все идентичные, что на стрим, что на видео. Но почему-то стрим грузит намного больше. Итак, пробуем продолжать, пока у нас всё идеально, ребят, получается. Пишите в комментариях также, кто последний раз и когда проходило эти 99 волн, и сколько же вам синик упало. Ведь у меня не везучий день, или реально, ребят, везучий? Потому что хотелось бы с кем-то как-то советоваться. Может быть, ребята есть, которые реально проходят 99 волн. Ну, может быть, хоть раз-то вы проходили 99 волн. Напишите, вы, наверное, по памяти должны-то запомнить, что вам упало, насколько это всё было круто. Собирать после каждой волны, мне кажется, даже как-то выгоднее, потому что мне, вот, каждых 10 волн собирал, что-то не так уж ряс насыпало. Хоть и, конечно, вот эти серые, сержантовские, но и лейтенантские проскакивают. Ладно, делаем дальше. Нам остаётся 2 волны. Надеюсь, что не будет такого, как бывает у некоторых. То есть, я тоже понимаю, что это может быть фиаско. 98-я волна, и мы пробуем рубануть ещё раз картечу максимальный урон. Ну, знаете, здесь на аккаунте нет гранатомёта. Ну, гранатомёт это есть, подствольный гранатомёт на калаша. Удобная очень штука. Стреляешь с дробовика картечью и добавляешь, ребят, дробовичком, ой, этим, подствольным гранатомётом, валишь. Это очень, конечно, усиливает эффект. И практически с половиной зомби просто вырубаются. Это круто. Так, есть. Ну, здесь можно дробовичком поработать. Хотя ВССы и не у всех есть. У меня тоже они уже давненько-таки подзакончились. Я вот сейчас коплю ФНСкары. Хочу, ребят, пробовать с ФНСкара вот тоже. Мы сняли одно из видосов, где мы с помощью ВССов там подняли 25 волн. Теперь я хочу с ФНСкара 25 волн. И вообще, посмотреть, какое вообще оружие самое крутое для прохождения волн. Гранаты в том же случае. Тут в том же случае должны войти и дробовики, глоки. Ну, и, наверное, самое интересное, это гранатомёты. На аккаунте Михайловича у меня есть гранатомёты. Пока что у меня там... Прям вот можно было бы и завтра снять это всё, или даже сегодня. Но пока что у меня там что? Гранатомёты имеются. А вот брони нет. Представляете? Делать-то за мало. Так, а у меня там броня. Там уже иссякла. Это 99-я волна. И, быть может, всё и даже фиаско. Ну, каждый выстрел практически минусует одного из зомби. Вы видите, противника очень много. Это 99-я волна, по-моему, если я не ошибаюсь. И довольно-таки много противников. Не предусмотрел я это заранее. И не взял оружие. Но вот эти щитники, они кажутся безопасными. Потому что они передвигаются довольно-таки медленно. И никакой угрозы не несут. Но они вас, ребят, не зажимали. Меня были раз зажали, двое. В уголок такие. И всё. Ты просто ничего не можешь делать. Ты только хилишься. И всё. Опа, синька. Вообще жесть. 13 синих за 99 волн. Ха. Ещё один прибежал где-то оттуда. Оттуда. Зажали два вот таких вот щитника вот сюда к мусорным бакам. И бьют просто щитами по очереди. Они били меня, пока у меня не закончили все аптечки. И это всё. Ты просто понимаешь, что ты ничего не можешь сделать. И игра на этом заканчивается. Я дополнял аптечки. Я пытался как-то выстрелить. Но они не дают никакой возможности. Только дают возможность отхилиться там раз через три. Это было просто печально, когда я съел в надежде, что всё-таки выживу. Съел там... Это была, по-моему, 30 какая-то волна. Съел три стека аптек и понял, что всё. На этом всё закончено. Но сейчас, ребят, у нас что? Состоится обмен. Ну и самое главное, открытие наших драгоценных ящиков. И сколько сегодня брони потерял. Что прям вот не жалко ни разу удалить один из сетов. Ну, тут он надбитый. Там, может быть, ударов-таки 5, ну, 10, наверное, даже уже и не выдержит. Так. Что у нас есть? Смотрим. У нас есть возможность поднять зелёные карточки. Лейтенантский обмен происходит. И всего лишь 48. Там двух не хватает. Теперь смотрим, что у нас здесь. То есть, даже две инспектор... Стандарты-то у меня две инспекторских. Ну, прям, прям это плохо для меня было. Это две инспекторских я получил. Три. Три инспекторские за 99 волн. Ну, или два по 45. Потому что я всегда, как бы, прохожу там 45, 49, ну, 50 волн. Сейчас, конечно, уже налоучился. Прохожу 99. От этого ничего не меняется. То есть, только усложняется. Инспекторская карточка в студию. Ну, и продолжаем лутание. Конечно, усилили. То есть, ребят, тоже в комментариях. Обязательно. Я буду очень благодарен вам, если вы напишите. Когда вы в последний раз инспекторские карточки активировали и открывали фиолетовые ящики. Что вам выпадало? Потому что это просто круть. У меня в последнее время просто активки падают. Вот прям одна за другой. Двойной барабан. Это у нас здесь. И даже уже собрано здесь. Но и фэнскары не такое уж часто попадающееся оружие. Поэтому сейчас я... Сейчас модули-то собраны. Но лучше бы я на калаш собрал. Серьезно, ребят. Потому что калаши очень часто падают. А вот фэнскарки нет. Поэтому вот жалею, что он потратил оружие... Модули на фэнку. Так, дальше. Что тут? Дополнительный патрон. Вообще на дробовик часто всё падает. И у меня лично падает всё часто. И не знаю просто, как могут удивить. Потому что все просто, все, даже серые, по-моему, у меня есть на дробовик. Следующее что тут? Компенсатор, который тоже имеется у нас. Глок. Я понимаю, что некоторые смогу вообще просто забрать позже. То есть, всё тут и алюминька, и... Ну, стальки вообще не падают. Алюминька вот здесь, сталечка упала. Фиолетовый. Давайте уже синие сначала разберёмся. А большой магазин. Понятно, что это вообще первое, что ребята собирают. Ведь это самая топовая штука. Самое... То, что даёт много прочности вашему оружию. Так. Алюминька очередная выпала. Ну и фиолетовый. Надеюсь, что нам выпадет что-то очень крутое. Потому что хотелось бы, чтобы выпало что-то крутое. Банс и ЛЦУ-1. Крайне редкая схема. Ой, ЛЦУ-2, ребят. Это, по-моему, один. Это не активка. А вот это ЛЦУ-2 и есть активный выстрел. Какой-то выстрел на вылет. Что-то такое. Он там выстреливает и зацепляет всех, кто стоит сзади. Насколько я помню. Ну, а у нас вот такой вот лут. Может быть, конечно, где-то лут был и круче. Но в данный момент я довольно-таки рад и такому луту. У меня броня спецвойск. И думаю, что не стоит это, конечно, вот того, что мы сделали. Инспекторские карточки открывают только самые отчаянные игроки. Самые истинные ценники игры. Которых уже все есть. Вам, ребят, спасибо огромное за то, что вы просмотрели этот ролик. Не забывайте обязательно ставить лайки. Подписываться на канал. Ну и писать комментарии. Всем удачи и всем пока. И мы уже увидимся в следующих видео.